Маленькая комната на верхнем этаже управления внутренних дел с трудом вмещает не только архивные материалы и артефакты музея, но и самих посетителей. Видимо, давно пора выделять в Музее истории правоохранительных органов нашего района новое помещение. Ведь здесь хранится летопись славных боевых будней нашей районной милиции. А история эта напрямую связана и с историей страны, и с историей Одинцовского района. Архивные фотографии, газетные вырезки, копии документов, приказов – все это собирает и оберегатель-хранитель музея Антонина Яковлевна Артамонова, председатель Совета ветеранов Одинцовского УВД. Преклонный возраст не мешает общению с молодежью. Антонина Яковлевна провела экскурсии для ребят, рассказала много интересного будущим юристам АГИ. Получать образование, всю жизнь учиться, воспитывать характер и уважение к человеку, какой бы он ни был. Вы должны быть тонкими психологами, чтобы разгадать, он совершил или не он совершил. Может быть, кто-то будет в милиции работать, может быть, где вы не работаете, вы все время работа ваша с народом, конкретным, с бедами, со счастьем, со всем тем, что присуще нашему человеку. Для студентов многие факты были неизвестны и произвели большое впечатление. Когда говорили о создании данного музея, о УВД, о Великой Отечественной войне, просто хотелось закрыть глаза и почувствовать себя, будто бы мы там, будто бы история здесь ожила. Спасибо вам большое. Конечно, было бы замечательно, если бы такие встречи были бы чаще. Познакомив ребят с прошлым, их пригласили в будущее. Студентам показали, как работает система видеонаблюдения «Безопасный город». Рассказали о новых технологиях опознания и обнаружения правонарушителей, выявления угрожающих ситуаций, предупреждения преступлений. Даже бывает, когда подходят и спалуются, нажимают на данную кнопку и убегают. Мы видим все равно человека, который нажал, и можем по камерам отценивать, куда он убежал, как он выглядел, и сообщить наредом для его задержания. Общая фотография на память. И, кажется, гости и хозяева решили, что такие встречи на территории УВД нужно продолжать. Татьяна Мироненко, Георгий Бондарь, Одинцовский гуманитарный институт. Татьяна Мироненко, Георгий Бондарь, Одинцовский гуманитарный институт.